игорь михайлов приветствую вас добрый день ну что завершение чемпионатом произошло 30 тур ну я думаю что межсезонье будет достаточно интересная пока у матчах 30 тура как вы за ними смотреть его потом пересматривали или ну смотри я смотрел таким образом я выбрал две игры ну понятно csk и спартак вот я думаю 10 минут буду эту игру смотреть 10 минут ну так примерно да вот потом я посмотрел 20 ну как бы я посмотрел csk стала 30 на какой там на 20 все я в принципе почти всю игру смотрел спартак вот а потом я посмотрел все голы и опасные моменты вот и но и отзывы там по играм то есть примерно так я то есть можно сказать что я могу уверенно говорить про спартак покрыли спартак и ну и процесс к ну давайте сначала так матчах которые коротко были ну зенит факел там минимум иностранцев barrios никуда не уехал до отыграл всем разить по моему за исключением мантуана покинули расположение команды ну что что вы скажете ну то есть нужно было факелу но факел пропустил уже в самом конце после гола ерохина ну скажу бразильцы уехали играли россия ребят у кассеты тоже по-моему даже на ловке не было кассера да не было даже на ловке поехал вот но так понять можно на самом деле тоже это чего не уезжают но задачу выполнена на самом деле сон сравнивать россиян с бразильцами на бразильцы если они поехали в бразиль на нижний дом живут правильно они редко бывает думать пусть если такая ситуация есть они нам игру отыграли поехали и наши но наши ребята там играют в последние надо заметить что они три три ничьи после чемпионство и одна победа то есть они ни одной игры не проиграли но нет не провалили то есть не было ни одной игры к этому можно сказать что вот они вышли так побегать а там отбегать тоже тоже можно говорить что стимул у игроков которые мало играли он у них должен был быть в принципе он был там мантуан на мантуан вот по мантуану что можно сказать а самим второй тайм отыграл слева слева он правоногий да то есть если вот предположить что малком останется ну например молкому так вот так же вот все останется то есть правый нападающий не обсуждается а слева получается мантуан и но и мостовой вот и я думаю что он может навязать конкуренцию мостовому то есть мне понравилось как он и голевой отдал мантуан но ему удобнее на мой взгляд вообще правоногому удобнее если мы говорим про крайних вот таких там позициях крайнего нападающего там можете нападающий играть может полузащитник играть атакующий да но ему комфортнее мантуану там поэтому это но посмотрел ничего ничего выглядит плане настроя вот на зенит мы понятно то есть ты играешь ребятами которые должны я не скажу там наш как тут они должны дают шанс они должны себя проявить на чем он тоже смешно выглядит что должен себя проявить когда уже команда чемпионом стала ну ты выходишь у тебя так складывается что основные игроки иностранцы уезжают тоже логично но и ты играешь но отыграли они нормально отыграли факел как бы там не упирался все равно в уровень но мы понимаем то есть у них там в конце один момент было так преимущество но по факелу все то же самое то есть манеры игры понятно что им надо было но они эту игру проиграли мам могли ли они выиграть но это как вообще чудо какой должен был произойти там сложиться должно было таким образом что они там забили отбились там или в концовке забил чтобы не не зенит но только как вот по игре опять же я бы по моментам смотрю то есть момент я видел только в концовке там удар какой-то мимо воротов вот поэтому уровень команд он понятен что без бразильцев без всех она они им ничего не надо тем надо но это показывает уровень факела и и зенита который играет без основных своих игроков но он не сопоставим но получается что если тем надо этим не надо и у них полкоманды основных нет вот 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 по этой игре то есть забили гол опять то что эти говорил вот эти полу фланги сколько они дожимали команд опять в концовке опять вот этот полу фланг мы продам там после дриблинга да а у них часто было к туда не ныряли могли даже крайне защитники вот о чем мы говорить крайне защитники то нырять идет прострел низом и и завершение то есть прострел низом он намного опаснее чем подача с фланга оттуда широко но это всегда так было и вот он обыграл в ногу отдал и забили но ерохину отдал в ногу забили пол все подчеркнули свой высокий класс что 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 так что так но важно был настрой для зенита вот именно в этих последних матчах когда уже стали чемпионами я увидел лишь они последнюю же игру в прошлом году проиграли вот а здесь так они три ничьи по лицам по настрой я видел что настрой есть основные уехали у этих ребят тоже есть настрой они на ней по результату сошли но ну вот по двум футболистам персонально хочу спросить во первых пробака его он в эту игру вообще не играл и играет мало а во вторых просто турмина который тоже мало играет в этой игре вышел вместо караваева там во втором тайме середине тайма что вы у них скажете да я хочу говорить про людей которые не играют что я могу про них сказать ну что мы с утром на своем месте там на своем месте где-то на замену но в конкуренции с в чем он проигрывает караваева допустим как почему что караваев защитника с утромин нападающий это первое что караваев выносливый что на этой позиции очень важно если ты в 4 играешь защитника то выносливость очень важно то есть подключаться возвращаться по отбору один в один например караваев сильнее он выносливый в атаке они примерно одинаковые потому что функционал от крайнего защитника это вот туда заберет забежать и прострелить либо подать но в принципе все во всех этих если мы там про таку скажем расстрелить подать они примерно одинаковые в остальном караваев на позиции к его защитников он сильнее чем сутар мин а про бакаева что я могу сказать про блокаева откуда и вот его я не знаю почему не играет а сегодня играть чё про него говорить но то есть по конкуренции получается он проигрывает всем своим один проигрывает всем но где вот мантуан лишь там малком не обсуждается нет малкому играет мантуан потом выходит если что выходит туда сутар мин даже ну как будто вот в той позиции но я не знаю я думаю что я даже думать не хочу из честного говорить про тех кто что-то из себя представляет это кто играет кого мы видим они те кто сидит на лавке беспросветной и ночью я не могу сказать ничего вот торпеда 31 торпеда беспросветно 13 очков там они они сказали что в раздевалку зашли член сайта директоров сказать что выделен бюджет на возвращение в рпл но про локомотив все-таки вернулись смотрите пеняев глушенков с первых минут играл ну вот что что скажите пеняев глушенков сачаловой телефон завалится у вас и разобьется дорогостоящее но глушенков пеняев но это быстрые фланги потому что команда не такой быстро как глушенков на мой взгляд пеняев но тоже сам потому что когда не играл пеняев там слева играл либо миранчук либо же малигдинов вот они так менялись туда смещались да и на замену выходил изидор но вернулись то есть красно они могут и так и так играть они могут играть без зюба например да они могут играть когда у них комбинационные игроки на флангах они могут играть когда у них быстро игроки на флангах то есть они исходят из того вот состав есть такое они знают как строить игру при таком составе при таком при таком Первый тайм тяжелый был, в первом тайме это два торпеда при нольной могли забивать, у локомотива почти там ничего не было. А второй, ну опять голы, ну что, локомотив на ходу, про торпеды мы уже все сказали, я думаю, что не надо, потому что там прайм-бюджет им там выделили, или что там еще выделили. Это уже должно быть не так интересно, потому что это все первые лига, будем там смотреть так, издалека. Вот, ну на них уже, в принципе, издалека мы смотрим уже игры пять последние. А по локомотиву, ну как, они продолжают, они на ходу, у них энтузиазм, они получают удовольствие от футбола, они забивают, но они играют. Вот именно, играют в футбол и получают удовольствие от футбола. Вот это важный момент, когда ты выходишь не корячиться, биться, сражаться, а когда помимо, потому что без определенного настроя очень сложно отобрать мяч, например. Да, то есть, если ты не настроен, то распускаешь соперника, они получают, отдают, открываются, ничего не контролируется. То есть, в этом плане у них все нормально. А другой настрой, это когда ты играешь в футбол. Вот у них настрой есть и тот, и тот. И настрой правильный, когда мяч у соперника, а настрой правильный, когда мяч у локомотива. Вот, поэтому они опять качественные голы. Ты опять про Дзюбу будешь спрашивать, я тебя опережаю тогда. Дзюбу. У него моменты были, он не забил, но он опять голевой то он отдал, когда Пеняев забил. Это вот манера, очень хороший вариант, кстати, атаки. И вот если обратить внимание, когда у тебя есть такой нападающий, ты играешь в три, у тебя два быстрых, то есть, когда пошла передача от Митая, то есть, он посмотрел, нету адресов, нету продолжения, он в Дзюбу. То есть, в Дзюбу, которому что нужно, просто чиркнуть. Но важно же, ты же можешь чиркнуть, и мяч достанется защитникам, а там, когда пошла передача, и Глушенков, и Пеняев побежали на скорости, побежали за спину Дзюби. Он, конечно же, выиграл этот мяч, потому что он сейчас в порядке, он туда чиркнул, подобрал, ну, там небольшое замешательство защитников, подобрал мяч Пеняев, мяч Пеняев, убежал один в один, вот тебе еще один вариант игры, где можно просто, переходя длинной передачи в Дзюбу, ну, но нацеленный, не просто долбить, нацеленный, да, если это отработано, то вот этот чирк, он очень опасный, защитникам очень тяжело, потому что обычно, я говорю, борется с Дзюбой, смотрит на мяч, выиграет защитник или не выиграет, если наиграно, я не знаю, наиграно это или не наиграно, но по ситуации, по этой получилось так, то есть идет передача, и идут заспаны двое под этот чирк, ну, вообще классный, ну, то есть, он, знаешь, как, можно сказать, он упрощенный вариант, но он сложный, то есть надо отдать передачу, надо чирк, надо побежать за спину, да, и надо потом еще, чтобы мяч у тебя остался и разобраться, но защитникам тяжело, вот, при таких вариантах, то есть, это вариант, я тебе могу сказать, что это и прям переход на чужую половину, и у тебя момент сразу, то есть, двумя передачами получается гол, ну, как передача длинная, чирк, как передача идет, и момент, вот, и, но он не забил, лишь у него моменты были, но он еще пару голевых он там отдавал, ну, создавал моменты, ну, вот то, о чем мы говорили, то есть, он там, он особо не бегает, ему и не надо, здесь он может зацепиться, может сбросить, может чиркнуть, а там уже на поступок штрафной, штрафной, он тонко может отдать, открылся он, когда ему там покатили, он левой ногой там во вратаря пробил, ну, вот, вот, вот его манера игры сейчас, если бы забил, вообще было бы голевая, гол, момент у него был, вот, ну, ну, все, у локомотива все отлично весной, я говорю, они не успокаиваются, то есть, они не расслабляются, потому что не успокаивается, в том числе и зенит, но у зенита идет концовка тяжелее, чем, то есть, у них три ничья и победа, после того, как им ничего не надо, а локомотив все-таки, ну, с динамо, я считаю, очень качественная игра была, когда они выиграли. Ну, у вас нет ощущения, вот, смотрите, вот, допустим, вот, есть, есть одна бригада такая скоростная, да, вот, Глушенков и Пеняев, значит, а и, ну, эти князян сюда же, как бы, а есть бригада, которая, как бы, ну, вот, допустим, на замене сидела, же Малединов, Миранчук, Марадишвили, он и раньше на замене сидел, вот, что вы об этом думаете? Ну, я только, я же сказал сейчас, вот, они, то есть, скоростная, можно поставить, например, Пеняева справа, поставить, ну, или там, я не знаю, Глушенкова поставить справа, а у тебя Миранчук будет слева, там, либо наоборот, то есть, у тебя один быстрый нападающий, другой у тебя полузащитник. Ну, они, они понимают, как играть. Ну, то есть, если у тебя комбинационные игроки, то есть, скорости меньше, у тебя, да, то есть, если у у тебя скоростные, если у тебя Пеняев, Глушенков, то у тебя больше вариантов уйти в быструю атаку, то есть, набрать скорость, убежать, у Миранчука уже, Маледина, у Камано такого, такого нет. Ну, как и у Изидора, то есть, два быстрых фланга, это у них, ну, фланговых, это Пеняев и Глушенков, если один из двух не играет, ну, а что я про это, я ничего про это не думаю, я же тебе сказал, что если такой выбор делается, они, только из чего они делают этот выбор, если все здоровы, то, наверное, они смотрят на соперника, наверно, наверно, они рассчитывают каким-то образом, просчитывают, вот мне быстрого поставить, или мне поставить, сначала мы комбинационно будем играть, потом выпустить, например, быстрого и использовать его, там, скорость, простор в последние 30 минут, ну, то есть, вот так, это как, ну, такая работа тренерская, на самом деле, вот то, что касается состав, я ставлю, и потом я смотрю, ну, оставляю на лавке людей, которые должны мне усилить игру при счете, например, которые, ну, если вдруг он нас не устраивает, ну, они, я тебе говорю, они и так, и так, то есть, с двумя быстрыми, с двумя небыстрыми, с зубой впереди, без зубы впереди, то есть, они, ну, они, они нормально выглядят во всех вариантах. Ну, вы видите тут потенциал для того, чтобы на длинной дистанции побороться с зенитом? Я ничего не вижу, я сейчас ничего не вижу. То есть, я вижу, то есть, знаюшь, вот, интересно, вот история, вот, сейчас мы про локомотив говорим, вот, даже вот итоги подводите, вот сейчас про «Спартак» начнем говорить, вот, мы говорим, весна-осень, осень-весна. Вот, ты знаешь, что я, я вот осень, я вообще не помню, потому что у меня память плохая, потому что просто у меня такое ощущение, что это день лет 10 назад вот и бери локомотив сезон но это где они были перед зимней паузой завод плохие пилот говоришь локомотив какой сезон я честно как вот какой локомотиву сезон там я вообще забыл все я единственный помню когда там снимал выходил тех нельзя мы говорили да ты там вы чего это вы чего вот вы сейчас вот три игры подряд выиграем и и вот в этот счет и будешь говорить тогда он говорит ну давай выиграть вот это я помню где кстати болельщик сейчас пусть они встретятся поговорят вот но на самом деле вот этот переход я вот не то что там глупость не глупость говорят ну какая разница как какая разница у тебя между у тебя в чемпионате пауза три месяца если мы смотрим туда они зимой все играют а мы у нас три полном у нас месяц отдыхать а потом два месяца подготовка и ты выходишь на эти 13 игр я вообще не могу ну то есть ты не можешь оценить подвести итоги как бы одной команды потому что до осени я вообще забыл немциками отключения лет пять как будто они были назад эти немцы там все но на самом деле а то что там окна мы там подводили окна но наверное есть какая-то логика что посреди сезона ну там ты как будто чемпионат летом в европе заканчивается ты посреди сезона может там бесплатно забрать кого-то агента свободно но только они зимой играют а мы стоим но это ну и я считаю что это огромная разница поэтому говорить отчет локомотив сюда откуда я заяча возьмут и начнут как они осень начали вот кто знает я не знаю так все весело но все веселье все заканчивается футболе потому что футбол это это вот то что ты сегодня вот и есть и все а вчера уже никого не волнует как вот например локомотив волнует как они до зимы играли что вообще катастрофа была те князян бедных дрался чуть ли не дрался с болельщиками а сейчас они идут и обнимают это бы вылетовать это ты мне тогда кричал и они обнимаются например и они уже забыли вообще что там был то же самое я не знаю как они начнут то есть сборов особо особо усилятся я не знаю как лет усилятся на самом деле тем более вот сейчас у нас ограничена европа ну то есть игрока чтобы найти будут усиляться как раз над зимой когда вот смотрите у них минус команда вы считаете это команда потери а приходится мощников ну за мощников я думаю что приходит это не наш конкуренции право заед крайне защитник а а там у них может играть команду там будет у них играть глушенков в этой позиции сенантом пеняев может сыграть если надо там миранчук может сыграть ну как потери сергей на потери но она всегда как бы потери игрока который играл в основном составе у них он же в основе был весной опять про про осень я ничего не помню я говорю не потому что у меня память слабая потому что вообще было реально хрен знает когда ничего не там делали локомотив до зимы вообще с головой вылетел я помню катастрофа была я ни одной игры не могу вспомнить как они там играли ни одного результата пока я не посмотрю как они там играли но вот поэтому ну как потери заменимая потеря не такая потеря когда ну я не знаю какие потери могут быть ну ты погрузил скал там команду там красавчик давай все эти удачи все а мы погнали дальше поэтому кто-то броню забудь чего он идет и забудут через два дня сушки по поводу тех нельзя на было много критики но вот он как-то переборол и это не грая переборол ты меня спрашивал и где-то князян я тогда я сказал он нормальный и парень и игру хорошую то что он сейчас показывает рост команда в такой в такой задницы было с этими проектами немецкими вот поэтому там все так выглядели мне эти говорил тогда еще мне он нравился как игрок ночью левая нога он тоже выносливый он игровой он может умол у него подачи хорошего он может там ворваться моду вилон забивает он три мяча забил последних матчах ахмат коснодар 22 но и так то что вы говорили как бы есть вопросы к матвею сафонову что-то он так немножко сбои пошли какие-то нет они пошли до этого мы с тобой обсуждали что кто сыграет вот в эту игру тут будет финале играть я думаю что финале он будет играть точно потому что он играл сейчас грозным ну привез лишь опять был но блин я на месте не поставить мне кажется вы невозможно то есть одно за но но как мы сша не финал попадают матвей ну как даже если он ошибался мы все ошибаются тем более там вот это я думаю что они ему дали отдохнуть вот именно от этой ситуации бытовой как бы так успокоиться нашим к играм не готовится так тренируешься и как бы отвлекаешься немножко ну вот тут он привез но он будет играть финал это я уверен на 99 но если не травма какая-то 99 процентов вот и не хотелось бы конечно бунтам допустил такую ошибку все-таки но такая игра для них историческая игра не второй финал в трофей может быть завоевывать но думаю соберется я думаю нормально посмотрим по матвею а так по игре ну как по игре ахмат если бы выигрывал они бы обгоняли кого они обгоняли ахматова наоборот краснодар с надо выиграл бутон обгонял бы ахмат занимал пятое место но не ну надо отметить что тут мы тут тоже вот думаю о кубке теле спиртян же не играл корду бы не играл на замену по моему кто ищут батча или кто я не помню ну такой состав но черников вернулся на сказать ну то есть это эта игра рассматривалась как найти говорил что проходной не будет то есть они бились краснодар они играли в полную и тут думать сложно к одно делка в 5 кубок через три дня когда у тебя через неделю я думаю что они кто там бачи тоже на замену вот они думали в каком плане то чтобы перегрузить то чтобы все-таки они дали сыграть этим и лидером своим я бачи играл в основном составе поменял там замену того сегуши дали сегуром грину без разницы ну дали кому-то и он его заменим то есть они так далее не получили место в основном составе сухорученко и жилкин ну вот то есть они дали всем поиграть сухорученко и жилкин они не получили минуса но и ну хорошо вот и но как бы боясь бы вашу как бы не получить травму на самом деле вот как вот то что мой опыт показывать когда-то вот что-то бережешь кого-то так и происходит так и происходит в итоге не на игре так на тренировке то есть все они отыграли заняли 6 то есть у краснодара 6 итоговое место стоит углу и место если брать состав на поняты посмотришь ростов на 5 очков набрал буря чем краснодар ну так вот если итог легкий такой до подвести то есть они кубок не выигрывают я не знаю как расценивать выступление краснодара если выиграть то конечно удачный сезон потому что можно говорить мы пожертвовали чемпионатом ради кубка и мы добились результат вот но все по этой игре все но ахмат надо выделить что с приходом ташу его требовали они поперли то есть у него результаты игра у них такие потери огромные у них там берешь эти вылетают в это они они там все они вот как бы они ключевую игру проиграли в ростове но все но все они не могли выиграть но они очень уверен прошли весну но все папа этой игре но как она не для тех не для тех бы вот такого принципиального ничего нет играй футбол мы конечно хочется быть повыше ахмат мог занять и даже четвертое место там две игры назад до берем вот но не дотянули чуть не все равно надо отметить что ахмат но можно сказать что вот ахмат это у них удачность арестбург динамо на крушение динамо 0 3 и что-то вообще динамо умудрилась даже в первую восьмерку не попасть но они я говорю они не не хватало я не знаю чем связано там связывают с тренером ну наверно с тренером можно связывать если говорить там мы процесс тренировочный да то есть у них в позиционной атаке огромные проблемы на этом почти у всех кроме зенита нашем чемпионате ну а что про них говорить на все тренера они отправили в отставку так как лопнуло терпение даже по результату они могли бы до конца сезона принципе могут тренировать но там уже совсем беда но по результатам то есть они уже прям вскипели руководство или все хватит но и ничего не в принципе ничего не поменялось они последних двух играх получили 7 мячей но это то что мы говорили оборону забить стимула нет ничего нет уже все в отпуске заказали себе ну как ну как все рухнуло нету стила это не та команда не 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 в этом состоянии который будет как ахмат биться до конца которым ничего не надо как локомотив которым ничего не надо это совсем другое настроение и они все бросили они говорим мертвым торпеда мертвому забили 3 покричали что вот оказывается в чем дело нам все объяснили за неделю после этого они получили семь в двух играх сейчас пойдут в отпуск по динамо все теперь вот пусть думают какого тренера им взять вот правильно кто будет нести ответственность за назначение тренера потому что лишь они опять булочек булочек занимается скорее всего сейчас опять говорят сер будем смотреть да это сейчас посмотрим кого назначат и зимой будем посмотреть уже кого-нибудь искать еще в чем увидите историю оренбурга ну так они все-таки в атаку играет играют интересно давайте нам и провальный сезон до римбург удачно сюда то есть вот мы можем говорить ахмат удачный сезон до ростов удачный сезон соответственно зенит оренбург но я думаю что искусственное поле никто бы что не говорил там будет да ладно чего там искусственно по на не тренируется играет эта ловушка искусственное поле они также вышли из первой лиги пока без заслуг лички и то что трансферная политика была хорошая они подобрали хорошую команду который среди вернее игроков которых соединили в команду которые адаптировали в том числе к этому полю потому что когда у тебя едет латинос и знаешь так искусственный поле то я не думаю что они там вообще где-то видели если они оттуда приезжали они даже поле искусственного не видели в глаза но ты начинаешь тренироваться и она быстро и преимущество потому что если например не поливать искусственное поле и она медленно это вообще ужас далее для самих хозяев на числе когда это тормозит это испарена такая жара у них она быстро и само покрытие они ну как бы у нас по погоде в принципе мы очень много играем когда пасмурно у них там в жару не игра без жару даже это несколько игр они поливают но но все равно уже не так вот какие-то вот были даже с локомотивом было действительно жар а так если пасмурно полили она 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 быстро то есть она быстрая и это игроки под быструю игру то есть у них надо им надо наоборот чтобы мяч ходил и они к этому адаптированы вот это первый второй конечно тренер вот сама философия но это мне напомнило я сейчас посмотрел но этот зима это форджа дзима только правда но там не 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 по личке как было там вопрос но только дзима когда пошел в рому и в латцево то есть там сказали все спасибо нам не надо такой футбол не нужен я сейчас посмотрел мы вот тогда первый год мы были вторые по пропущеным в серия и вторые по забитым после милана мы забили больше всех только милан забил больше нас мы вторые газа там были там народ то и вторые и вторые по пропущенным то есть вот у них сейчас разница 58 55 55 но у нас там было там 90 83 например такая вот а я не по забитым они 3 по пропущенным они 3 вот но это весело паш но я тебе говорю бери искусственное поле домашнее я не знаю насколько все это веселье бы было они очень много очков набрали дома даже по пизарскому поэтому даже команда не команды мы видим что одно дело когда вот такая манера быстрой игры в тебя туда отдают он исполняет у тебя больше момент опять же вот если мы будем ставить а кашу на первом месте вместе что личка поле или команда хорошая но вот я без всяких этих самых с 1 по 3 мне делил я просто все вместе взял и хорошая работа тренерская весело то есть они атакуют но весело же когда они 8 получают да весело к они загоняют спартак например у себя да там или там еще это все весело когда они нагнетают и ты так реально так раз первый тайм уже там 20 на 30 минут и команда эта селекционная работа клуба и личка и искусственное поле вот все вместе дало такой чемпионат но я думаю что он остается на мой взгляд он правильно делает абсолютно я не думаю что там огромная разница там zp было бы дает а риск здесь он король и здесь он понимает у меня вот такая команда жакова там каком-то мне не знаю веру заберут там они еще кого-нибудь найдут команда поле я в порядке себя уверенно чувствую полное доверие то есть вот твори это вот как я говорю как дземан фоджи он там вообще король был вот с этим футболом ну вот поэтому все отличный сезон и все три вещи как бы я вот прям ставил бы на один пьедестал знаешь не не то что на первом месте это на первых на втором это на третьем это супер сезон много хороших качественных игр особенного у себя дома ну а по динамо все я сказал что там все понятно они ждут ждут отпуск а потом тренера по и нэн химки ну паре и нэн химки ну понятно что никто не думал вообще что они могут там кто-то говорил они навяжут химки борьбу ничего не там не наверх чем там могут навязать команда вылетела со свистом как и торпеда вот и принципиальная игра какая-то для кого-то ночью на них те не мотивированные химки состав я не знаю чем там какой-то экспериментальный состав поставил посмотреть на минут кто будет на кого рассчитывать на следующий год но я ну когда я даже казалось не на кого да ну такие игры это самое обсуждать их что-то там думать гол хороший забили первыми понравился 100 когда как он стоцкий открылся вот о том что мы говорим вот эти открывания то что зенит часто делает только они на прострел где-то выходят до крылья так часто открываются тоже вот в игре и в дальний дал здорово меня там сомнений не было наверно что нижним нижним понятно что они выиграли в любом случае что химки не дали бы бой у меня даже не было мыслей что химки могут забить окопаться и выиграть там даже даже в голову не такой не приходил поэтому урал сочи 10 если что добавить урал сочи ну добавить на последняя игра ночью мы спаслись они в прошлом туре сейчас игра никому не нужно сочи там пару моментов у сочи был момент где-то при 0-0 ну такая она игра урал в три защитника центральных ну ну голод меня это выдает по голову я скажу так все понятно сочи все понятно это провальный сезон я считаю урал я считаю нормальный сезон нормальный в своем стиле но за последние там за последнее время я его просто большой футбол там борьба то есть вот по уралу сказать было же вроде как начинали орать что да они вообще в тройку попали по весне а получилось то все на ворот как только вот этот запал пропал где-то травмы запал я имею виду они выдвигались они знаешь вот это вот они прям четко шестерка кроме крыльев вот они все это бороться ну то есть футбол где-то на втором месте это настрой прессинг борьба самоотверженность вот футбола меньше и вот на этом они шли вот как только и плюс стандарты были потому что пришел ранжелыч подавал газик я посмотрел 3 со стандарта забил конечно опять в этом же стиле за урал молодцы вот а когда это пропало пропали стандарты где-то какие-то травмы где-то игроки подсдулись энтузиазм прошел силенок не хватало организации уже на 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 то чтобы стоять на чужой половине поле соперников тяжелое положение это пропало мы как бы и результат пропал модно поднос очень понятно но по сочи если сказать что тренеры поменялись ну лишь гаранин вот мне стал как тут лишь они взяли гаранина в надежде на то что он поставит как-то футбол был атака он не стал ничего менять вот в этом мне кажется его ошибка он испугался то ли я не знаю почему то есть от него ждали другого а он оставил и схему они же так не играли я не сеть так не играл и сеть прилично играл очень и вот он лишь и вот они попали в эту ситуацию да что и тренер и я думаю что он сам себя некомфортно чувствовал он убирает он гуру берут приезжает гуру говорит потом не удивлять эти заявления что мы мы брали чтобы там наладить какой-то футбол атакующих откуда вы чего взяли то это все там не пошло он то есть ну два хороших тренера был у которых не пошло игроки какой-то там а там может быть вину какую-то чисто особенно за берды его нож насколько я знаю там они сами просили довольно берды вот и сейчас они доигрывали ну то есть такой очень скомканный сезон но он провальный надо сказать вот а по уралу и опять у меня опять вопрос они же момент забил но они спаслись опять на стандартах но я не беру это потому что если бы они там не выиграли бы когда момент забил он тоже он идет на дальнюю вроде они ставят человеком все равно в свои забивает 5 его пачек бежит на долю ну как вот это вот как по пенальти мы говорим вот эти доступы все вы можете поставь игрока игрока но ты играешь с уралом ну как но они они очень много забили когда черпы потому что каштанов же он мог не пробить в ворота он мог просто дочерпнуть и горы чем уже в чистую забивал вообще один был и игрока на дальние не было но тоже он как вот ты вроде как анализируешь но чтобы это убрать просто поставь откуда голы забиваются игрока и ты снимешь там все эти черты туда вот но все сезон закончили все выдохнули ждут следующий цска ростов я был на этой игре я ехал с матча первой лиги родина рубин приезжаю счет уже 03 что случилось на ваш давайте давайте дам остынет да спасибо что случилось но лишь осипенко вышел пришел до нам не было и было глебова да то есть манеру такую же выбрали да то есть селява замел занял место глебова они и в атаке в обороне можно сказать в три играли селява когда мяч у ростова был он он был как третий и при обороне насадилась они в пять играли ну как с глебом то есть просто заменил селява глебу цска изменения все-таки сделали по составу то есть на бабкин справа вышел гаеч на лавке остался опять же я не думаю что там про куба кто-то думал недели еще но чё думать только единственно можно думать можешь вообще его не ставишь об он травму не получил но если с таким подходом эти выручки во время недели там получит вот то что занудинов вместо медины занял то что кучаева они поставили вместо тоже перед замена до одного из двух опор я говорю эти два одинаковых два из ларца полузащитник и стеллер и еще там парень вот то есть кучаев опорно выиграл убрал за болотом такие изменения под по народу то серьезно эти скажу то есть медина слева играла левоногий слева чалов центральный нападающий он облекал свои позиции но случилось что но опять вот манера ростова то есть вот ростов для ростова удачный сезон если цска выиграет кубок то тоже удачно ну можно прям ну прям удачно я имею ввиду ну как у хорошие очень да и можно или ну наверно кубок все-таки важно вот но опять манера выхода из из обороны то есть они ошиблись они привезли сена там мы какой минут на 10 прямо начале в самые игры когда то есть я я за это ну то есть этого история валер георгиевич когда он говорит сначала я я от них три но и в сборной то же самое я требую чтобы они вот так выходили потому что я не хочу чтобы они боялись то есть потом я думаю ну хорошо ты не будешь бояться мы будешь привозить это нормально но ненормально поэтому он говорит значит потом я понял что они должны реагировать на эти ошибки нам они нормально реагировали то есть они ошибались и дальше продолжали играть ну как вот такая она история просто она чуть чуть не очень сколько раз они низом вышли сколько вот голов они забили сколько вот раз они перешли на чужую половину и создали момент например или у тебя просто смысл ради чего правда ради ради чего если дело ничего да то есть ты либо перейти на чужую половину ты хочешь низом только что перейти потом в позиционную атаку либо ты хочешь перейти низом чтобы и провести атаку которую ты завершишь ударом поворотом на опасном моменте вот здесь вопрос и и следующий вопрос мне кажется это уже когда мы начинаем говорить про уровень игроков носить и все большие команды играть на только они очень мало так обрезает потому что они разбираются когда вратарь получает он понимает вот он смотрит сколько человек прессингует в какую позицию ты отдаешь какую какой адрес у него будет то что же часто отдаешь под одно касание ты отдаешь опорному и опорный может отдавать центральному защитнику вот этому или крайнему защитнику в одно касание да то есть ну не бывает почти чтобы ты отдаешь он один развернулся и начал развивать этого так и чтобы там один был значит то есть когда команда прессингует его здесь надо разобраться писякова что в этой ситуации это рискованно очень отношения в одно он уткин уже отдавал уткин в одно ошибся да могло пройти могло 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 пройти потому что отдай он точнее и там может быть в одно он там отдал бы вперед куда-то низом но под прессингом люди и от и ты можешь когда ты чувствуешь у тебя игрок ты можешь ошибиться и они ошибаются и получают первый год вот не имея впереди камриченко ну наверное состояние циска циска играет дома понятно что ты ошибаешься и продолжаешь играть такой манере потому что на тебя это не влияет ваша они уже у них уже иммунитет к этим ошибкам но на мой взгляд ты должен разбираться когда это надо делать потому что сити же ты живут смотришь вот их прессингует большие команды они туда играют и там знают что делать после этих передач длинных или не есть дают возможность низом они выходят то есть вот это вот этого разобраться в этом я не увидел потому что но игра я не знаю но они приезжали конечно они хотели они готовились все они выигрывали и то занимали бы второе место но они погорели вот на этой теме но и 2 пенальти опять у нас тут опять хочется играть в мяч но там наш как он чиркнуть чуть-чуть чиркнул все равно мяч у чалова оставался то есть он его не выбил как потому что там ночи я вот читаю начинают говорить что это примерно то же самое что он выдать как этот выбился спартаком деревьев выбилась подарили из подзубнина и потом ему наступил но он выбил вообще из штрафного выдал дал по мячу и мяч улетел а потом он наступил но по мне это не пинать но это надо чтобы не только папа 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 по моему мнению по мнению судьи чтобы так было всегда не в центре поле то а здесь он чуть-чуть его задел и в принципе на мяче был чалов и потом у но вот он хотел сыграть мячу опять мимо мяча и нас тут во второй пенальти 002 и еще но потом стандарт ну и все и ну как не то что развалились они играли они лишь по 40 они забили гол там да но вот на этой манере они погорели в решающей игре ну манере выхода низом со своей половины ну вот вот и все и быстро пум-пум-пум и все на этом закончилось если по цска ну чалов неплохо выбить центральным нападающим вот я даже не знаю и медина все равно вам было некомфортно вот все равно вот моих нет ничего ноги должен справа играть вот он там хоть он забил но это они накрыли до 1 гол с левой ноги забила там был момент он прям шел это он ему перекрывает как бы это самое ну просто но встречает да он вроде под левую хочет уйти от удачи смысл туда уходить ему в центр удобнее он все равно уходит в центр с правой ноги код ковыряет туда бьет вот но все равно чалов здорово сыграл и и забил гол там головой в нем момент еще были то есть на острие конечно но он поинтереснее он более разнообразным более техничный в этой позиции вот то есть эти перемены они себя оправдали у цска по составу вот ну ростов можно говорить сами проиграли каком плане то есть они привезли себе вот это первый гол и второй пенате можно было аккуратнее просто сыграть но просто не пытайся этот мяч выйдет потому что смотришь где где группа находится он находится там опасности ну не он можно оттуда может быть опасно либо он тебя пробросит и перекрывай прострел либо будет уходить середину и бить перекрываю удар но не пытайся выбить этот мяч но это мы уже сколько говорим но мне кажется уже месяца два как все время идет но мы мы подскажут слушать и но а вот перри первый гол в чем ошибка была в том что писяков подсунул как бы или или в чем что не надо писякова это то есть здесь в чем я но с другой стороны вот опять ты на стоп пока вот валерий георгиевич он вот будет смотреть этот момент но когда до команде может быть будет показывать хотя не знаю будет может сезон закончился он вот нажмет на столб когда мяч на ноге уткина и вот у него адрес здесь он скажет еще не можешь отдать в 7 метров в чем риск вот и все вот и на этом все за одну как бы запутывается вот в этом а риск есть потому что тебя сзади ты развернута ты можешь отдать в одно касание ты не мы донуты не можешь отдать вернее ты можешь ты должен отдавать но если у тебя таких моментов 12 например за тайну такте отдают это в одно суда не должен ошибиться сюда но где-то один ты ошибешься вот он этот один ошибся и уткин вот а просчитать должен то есть очень тонкая тема потому что он тоже вот скажет игроки будут сидеть и смотреть вот он же устроил разбор куда ты подъезжал валерий георгиевич он же не просто с ними встречался после хорватии насколько я понял он и моменты показал и вот он также на стоп но я не знаю я могу ошибаться но у меня такое ощущение что он им показал и сказал ребят вот вот адрес отдавай чего вы долбите туда и здесь также то же самое вот он на стоп нажимает мяч на ноге уткин он говорит ну как можно ошибиться писяков все правильно делает ну ты ошибаешься ты не можешь 30 раз выходить таким образом из-под прессинга имея дальний уровень игроков но несите давай мы будем в сети все время приводить в пример потому что я считаю сильнейшая команда за многие годы вообще футболе мировом тоже они футбол играет в первую очередь вот и то есть определить это писякова ну то есть ты писяков скажешь выбиваю скажу убивать чего он ошибается передачи то есть это есть копаться в это то есть если он требует этот он также скажет олег . чё даниил утки ну ты чё не можешь мяч поставить вот у тебя 7 метров до игрока а он отдает мимо они ошибаются и забивают вот поэтому это надо должен врата и разбираться надо это дело но с другой стороны он не должен был ошибаться в этой моменте в этом моменте поешь вот этот первый момент это очень дискуссионный но у него такая манера просто я не понимаю но отдал бы он туда и чтобы было дальше я говорю сколько раз вот я смотрел они очень редко низом выходили на чужую половину не теряли мяч из-под прессинга и ничего там не но не происходило такого ради чего можно вот рисковать но тонкая грань потому что как определить отдавать или не отдавать или теме и тем более это писяков должен определить потому что дать туда он ничем не был был бы 00 они бы играли продолжили выиграть они себе не привезли я понимаю что они настолько уже говорю у них иммунитет что они так ошиблись и продолжают и горну как бы уверенность не теряют не продолжают играть там же ему втором тайме он тоже отдал там чуть не попали тоже ошибся били в ворота вот поэтому это очень тонко это выбор валерий георгиевич и он это дин как бы делает и а там дальше он скажет чего мне рассказывать я хочу вот так мы 4 у нас на 5 очков больше чем у краснодар в таблице и мы учитывая они же на получали голову прилично с этой темы но однако у них есть другая тема пинатина камриченко стандарт и уткина как только это видишь чуть пропала и камриченко где-то нет лишь уже не компенсируется вот эти вот эти вещи потери например на своей половине голы ты получаешь уже там у тебя намного сложнее а то что эти говорил по осипенко навешал он вышел все равно это не это общекомандная какая-то вещь он вышел они все равно четыре получили то есть помнишь мы с тобой говорили ты говоришь осипенко не хватает я говорю не хватает ему вот очень сильно это камриченко точно вот ну поэтому ну что вот ему то ты так разбираешь да очень тонко ты говорим скажешь на учет 7 метров обдать и все пальцы ков правильно делать у него такие требуют и взял ошибся но ты не можешь не ошибаться это что показывает весь сезон здесь большого это где раскутки надо вы иметь ну как и вопрос получается писяков но я не думаю что он писяков учет скажет он скажет уткину конечно как нам даниил вот и техничный игрок отдай он просто мимо игрока отдал медине вместо я не помню кто там был взял отдал медине медине разве 2 развернул и гол забили то есть и вот не можешь это я почему говорю тонкий ты должен разбираться когда надо когда не надо и когда не надо ты должен знать что делать вот я там не советую ничего я не говорю я говорю просто вот такой разговор будет что выйдет на все что писяков в принципе по требованиям главного тренера делал все правильно ошибся уткин где он не может ошибаться но ты эти вот просто скажу что ты например низом передачи на перед тренировка разминка 10 метров из 15 передач у тебя дверьми улетит мимо вот она вам просто мимо дозу игрок хотят и тоже как можно вот и можно поэтому все равно для ростова сезон супер удачно учитывая все проблемы учитывая состав сколько мы